Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. Недавно одна из моих учениц обвинила меня в неуважении. И она подошла ко мне и сказала, у меня день рождения, я принесла из дома торт. И я за вами наблюдала, вы меня поблагодарили, сказали, что вы его попробуете, а сами отставили его в сторону. Чем вам мой торт не подошел? Ну, для удобства рассказа я назову мою ученицу Мусей, такой у меня в группах нет, ни в одной из групп. Я ей сказала, Муся, послушайте, если вы действительно хотите серьезный разговор, то давайте мы с вами отойдем в сторонку. И я вам объясню, почему я не могу съесть ваш торт, если вы все-таки затронули эту тему. Она говорит, я знаю, что вы скажете, вы скажете, что это вам некошерно. Я говорю, ну, в принципе, да, видите, вы уже сами знаете. Она говорит, а что вам некошерно, чем вам мои руки не угодили, я так хорошо выпекаю. Все получили удовольствие, вы единственные из группы, которые не поели мое печеное. Я сказала, Муся, давайте разбираться. Если вы хотите узнать, что такое кошерно и некошерно, то скажите мне, пожалуйста, что такое кошерно. Она говорит, кошерно – это то, что можно кушать, некошерно – то, что нельзя кушать. Я говорю, хорошо, если это можно кушать или нельзя, как же тогда есть такое выражение «кошерная жена», как же есть выражение «кошерные или некошерные поступки», почему на хлорке или на каких-то других несъедобных вещах написано «кошер ло кошер». Я говорю, при чем тут тогда еда? Аллах говорит, не знаю. Я говорю, давайте так. Я говорю, берите листочек и начнем с вами работу. Я говорю, прежде того, для того, чтобы я могла есть то, что вы выпекли, для этого должно быть несколько условий. Аллах говорит, какое первое условие? Я говорю, первое условие – это должно быть куплено в кошерном магазине. Аллах говорит, если вещь кошерная, куплена в некошерном магазине, почему вы это не кушаете? Я говорю, потому что некошерный магазин не соблюдает шаббат. Я не хочу давать возможность заработать людям, которые не соблюдают шаббат, которые нарушают слово Всевышнего. Она сказала, хорошо, значит, для того, чтобы я могла вас накормить своим печеным, я должна купить ингредиенты в кошерном магазине. Я говорю, да. Она говорит, я пишу, кошерный магазин. Я говорю, хорошо. Я говорю, в условиях Израиля это сделать не так сложно. Она говорит, что второе? Мука. Я говорю, да. Я говорю, мука. Она говорит, на муке написано кошер. Я говорю, хорошо. Я говорю, мало того, что мука должна быть кошерная, ее нужно перетрясти на кошерном сите. Она говорит, что это значит? Я говорю, то сито, которое вы употребляете, оно оставляет только жучков, а яйца жучков оно пропускает. Она говорит, откуда вы знаете? Я говорю, потому что это обыкновенное сито. Для того, чтобы это было кошерно для меня, сито должно быть в два раза более густое. И такое сито продается только в специальных магазинах, в специализированных магазинах. Я говорю, мне, например, очень трудно такую муку просеивать, и поэтому у меня этим занимается муж. Либо я покупаю сразу муку, которая не нуждается в просеивании, у нее очень плотная упаковка, туда ни один жучок не пролезет и не отложит там яйца. Она говорит, хорошо, пункт номер два я пишу, помимо кошерного места, это должно быть кошерная мука, не нуждающаяся в просеивании. Я говорю, да, всего лишь на шекель дороже, я говорю, но это стоит купить, и тогда вам не нужно, очень тяжело работать. Она говорит, что следующее, я говорю, следующее, если вы соблюли первые два условия, но вы разбили яйца в муку, с которой вы сейчас сделали печеное, я говорю, я это тоже кушать не могу. Она говорит, почему? Я говорю, а как вы разбиваете яйца? Она говорит, как я разбиваю? Я говорю, бью яйцо или ножом, или там об стол, я говорю, вот, я говорю, видите, мне уже это будет кушать нельзя. Она говорит, почему? Я говорю, потому что яйцо, прежде чем еврей употребляет яйцо, чтобы оно было кошерным, его нужно по одной штучке разбить в прозрачный стакан, взять этот стакан, посмотреть на свет, чтобы, не дай бог, там не было кровяных жилочек, прожилочек, чтобы там не было крови, то есть, что там уже не начал образовываться цыпленок. Она говорит, а, ну я видела иногда, бывает, что там в яйце есть кровь. Я говорю, так вот, нам это кушать нельзя, это та кровь, которую нам нельзя употреблять. Она говорит, да, значит, каждое яйцо я должна проверить? Я говорю, да. Она говорит, третий пункт, яйца проверяются? Я говорю, да. Она говорит, теперь вы можете это кушать? Я говорю, зависит от того, с какой начинкой вы сделали ваши печеные пирожки. Она говорит, пирожки у меня с яйцами и с зеленым луком. Я говорю, я тоже не могу это кушать. Она говорит, почему? Я говорю, у нас сейчас шнат, шмита, год шмиты, раз в семь лет, нам нельзя сеять, нам нельзя пахать, сеять, жать и так далее. А это значит, что вся зелень, все овощи должны быть куплены в тех магазинах, которые соблюдают шнат, шмита. Это значит, что сейчас на поле у еврея ничего нельзя покупать. Мы можем купить что-то от нееврея или это должно быть привезено из-за границы. Или этим полем должен владеть нееврей. В обыкновенном магазине, который не соблюдает кашрут, или в обыкновенном супере, я не уверена, что вы купите ту зелень, те овощи, или тот, в частности, зеленый лук, который вы, который нам можно есть. Она говорит, следующий пункт, хорошо. Я говорю, даже если вы купили лук, зеленый лук в кошерном магазине, которому соответствует год шмиты, это когда один год мы не сеем и не жнем, я говорю, этот лук вряд ли я смогу кушать после вас, потому что вы не знаете, как его правильно промыть и обработать, чтобы не было жучков. Она говорит, а как его надо обработать? Я говорю, сначала лук замачивают в воде, в которой есть легкий-легкий или солевой раствор, или легкий мыльный раствор. Лук внутри зеленый, он полый, и поэтому мы этот лук по одной штучке должны промывать под водой, потому что жучки могут заползти внутрь лука. Я говорю, поэтому... Она говорит, это что, каждую луковичку, вот эту луковку зеленую я должна промывать? Я говорю, для этого есть специальная фирма, которая называется Хасалат. Это чуть дороже, хоть вы и говорите, что евреи зря берут деньги за кашрут, что это издирание кесов, денег это не так. Я говорю, я покупаю всю зелень только фирмы Хасалат. Почему? Потому что они выращивают по специальным технологиям, без насекомых, без жучков. Вы возьмете у них зеленые листья салата, в Израиле это называется Хаса, вы там не увидите ни одной мушки, ни одного жучка. Там может быть песок, но тем не менее это все чисто. И поэтому для этого она говорит, ой-ой-ой, какой же длинный список. Я говорю, правильно, список должен быть. Кошерный магазин, специальная кошерная мука, проверенные яйца, лук, купленный, если это шнадж, специальный год, в проверенном магазине. И даже если он уже купленный в проверенном магазине, он должен быть замочен в солевом растворе, хотя бы на 3-4 минуты и промытый. Я говорю, мы еще не дошли до выпечки. Она говорит, скажем, что я это все сделала. Она говорит, дальше вы будете кушать мое печеное? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Я говорю, ну, во-первых, вы делаете ваши пирожки, или что вы там сделали. Я говорю, вы их засунули в духовку. Она говорит, да. Я говорю, вот смотрите, вы можете вчера в этой духовке сделать запечь курицу, а завтра вы в этой духовке запечете пиццу. Она говорит, а-а-а, вы не мешаете мясной и молочным. Я говорю, да. Она говорит, боже мой, а как же тогда я могу пользоваться духовкой? Я говорю, у меня стоит плита, и в этой плите две духовки. Верхняя для мясного, нижняя для молочного. Она говорит, это мне что, покупать другую плиту с двумя духовками? Я говорю, мусенька, я же вас не заставляю. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что я не могу есть то, что вы делаете. Она говорит, скажем, что у меня две духовки. Я это сделала в той духовке, которая вам подходит. Будете кушать? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Она уже стала смеяться. Я говорю, потому что ваша кухня не откоширована. Она говорит, кухня должна быть кошерной? Я говорю, а как же? Я говорю, у вас должны быть две раковины, желательно, чтобы в каждой раковине по отдельности моется отдельно мясная, отдельно молочная. У вас должны быть две сушилки для посуды, отдельная посуда молочная, мясная. И она говорит, у вас что, все это есть? Я говорю, да, я говорю, это есть у любого соблюдающего еврея. Она говорит, ну скажем, что у меня кухня полностью откошированная. Можно, будете кушать? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Я говорю, потому что любая, в кошерной кухне, любая посуда новая, которую вы покупаете, на неё нужно сделать твиля, на неё нужно сделать окунание. Она говорит, это что такое? Я говорю, любая посуда, которая сделана за границей, которая сделана и побывала в руках нееврея, она должна пройти процесс окунания, то есть полное стирание энергетики, полное стирание информации. Так же, как женщина окунается в микву, дождевая вода, которая стирает с неё всю энергетику от месячных, а месячные – это энергия смерти. Это ребёнок, который не состоялся, который вышел через кровь, через распавшуюся яйцеклетку. Точно так же любая посуда, которая побывала в руках нееврея, она несёт на себе другую информацию. Поэтому, когда мы хотим взять стакан, который сделан made in China, и вы знаете, на какой фабрике он был, сколько этот стакан в себя впитал энергии, мы не знаем. Поэтому мы окунаем его в миквы, то есть в воды миквы, и получаем абсолютно чистую посуду. Рестарт, обнуление, я говорю, только после этого я могу поесть то, что вы принесли. Она сказала, ой, это для меня очень сложно. Я говорю, пожалуйста, мусенька, не заставляйте меня есть то, что вы мне принесли. Она говорит, ой, а вы же мне не ответили, а как же кошерная жена, а как же кошерные поступки. Я говорю, так вот, кошер – это не то, что можно или нельзя есть. Я говорю, это то, что можно или нельзя есть или не есть, или делать с точки зрения Всевышнего. Потому что, когда Всевышний нам говорит, что нам что-то есть нельзя или что-то нельзя делать, то это с точки зрения Всевышнего, по отношению к евреям, у Всевышнего повышенные требования. Мы как дежурные, если всё, что можно, обыкновенным ученикам, которые выбежали на переменку, поиграли в футбол, бросили какой-то мусор мимо мусорки, и даже если не попали, они бегут дальше, то дежурный должен за всеми убрать, за всеми перебрать, расставить стулья и встретить со звонком учительницу чистым классом. Я говорю, так вот, у евреев примерно такая же роль. И поэтому то, что можно другим народам, нам нельзя. У нас повышенные требования. Она говорит, ну, неужели Богу не всё равно, что у меня в тарелке? Я говорю, не всё равно, возьмите начало Торы, книгу Берешит, и посмотрите, какая первая митцва была у Адама. Всевышний говорит ему, вот от этих фруктов сада можешь ты есть, а от этого дерева ты не ешь. Я говорю, фактически мы получили наказание, которое мы расхлёбываем до сегодня, до сих пор, за кашрут. Я говорю, вы понимаете, что такое кашрут? Кашрут – это что можно или нельзя есть или делать с точки зрения Всевышнего. Я говорю, именно он критерий наших поступков, или именно он критерий того, что мы делаем. Она говорит, ой, а ведь действительно, ведь мы же были наказаны за то, что мы чего-то там не то съели. Я говорю, вот, 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 я говорю, вы прозреваете. Она говорит, так что, уже нужно было соблюдать кашрут, начиная с райского сада? Я говорю, да. Я говорю, правило кашрута, я говорю, когда вы держите маленького ребёнка на руках, которому два или три дня от роду, я говорю, вам в голову не придёт дать ему в бутылочке что-то, что вы не проверили, вы 10 раз проверите, что вы ему даёте. Потому что любая капля не молока, не материнского, или если это там какая-то специальная смесь, его может просто убить. Это то, что с нами произошло в Эденском саду. Мы съели чего-то не то, и за это мы очень сильно пострадали. И поэтому, если мне Всевышний даёт определённый список, что мне можно есть, что нельзя, я этого придерживаюсь не потому, что я вас не уважаю. Я, может быть, больше всех на свете люблю пирожки с яйцами и с зелёным луком. Но в тот момент, когда Всевышний мне сказал, что ты можешь есть только с этими, 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 этими требованиями, я могу лопнуть от желания, но я это не могу приступить, потому что есть кто-то выше меня, который мне говорит, что я могу кушать, а что я не могу кушать. Как врач-диетолог, или как врач-кардиолог, или любой врач, который вам скажет, что вы должны придерживаться диеты, вы никогда не будете оспаривать его профессионализм, его знания, вы не будете говорить, что этот врач ничего не понимает, я буду кушать или пить всё, что мне придёт в голову. Вы никогда так не скажете. И поэтому, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я не могу кушать ни ваши пирожки, ни ваши кексы, ни ваши печёные, потому что кашрут – это то, что требует от меня Всевышний. Всевышний, даже если я это очень-очень люблю. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь на людей, которые не всегда могут выпить с вашего стакана, поесть в вашем доме, не осуждайте их. Ведь все мы хотим сделать то, чего ждёт от нас Всевышний. Просто каждый это соблюдает на своём уровне. И дай Бог вам каждому из вас стать кошерными евреями. С вами была ваша бабушка Соня.